Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua и с вами Александр. Я уже делал распаковку данной модели. Модель называется Huawei G610S. Распаковочку выложим по ссылке вот здесь, когда она появится. А сейчас я хочу рассказать вам более детально о данной модели, потому что модель действительно интересная, есть у нее неоспоримые плюсы, но есть также и существенные недостатки. Стандартно хочу начать свой обзор с параметров в таких программках, как Antutu. Имеет процессор данная модель MTK6589, в Antutu набирает 13472 балла. Давайте посмотрим все технические характеристики. Здесь мы видим разрешение экрана 960 на 540, стандартно PowerWare SGX544 графический ускоритель. Задняя камера у нас заявлена на 13 Мп, фронтальная камера у нас здесь на 5 Мп. В своей памяти у данного устройства 4 ГБ, гигабайт оперативной. Карточка памяти у меня стоит на 16. Подтверждением о том, что это обычный процессор, не турбированный, не разогренный является частота, которая можно посмотреть вот здесь, 1209 МГц. 960 на 540, плотность точек 240. Так, идем дальше, посмотрим данную модель, сколько точек касания распознает дисплей. Он распознает 10 точек касания. И это очень классный показатель. И посмотрим наличие датчиков в данной модели, что она умеет. Здесь есть хороший рабочий GPS. Скрины обязательно покажу. Посмотрите, насколько он хорошо ловит спутники. Здесь есть акселерометр, Bluetooth Wi-Fi стандартно, датчик приближения, датчик освещенности, гироскопа. Нет, вспышка есть в данной модели. Особое внимание хочется, конечно же, уделить прошивке данной модели, так как с ней очень много в данном аппарате связано. Во-первых, когда мы разблокируем наш смартфон, мы видим вот такую вот заставку а-ля Samsung S4. Вот с таким интересным звуком. Классно это все выглядит. Ну и разблокируется довольно-таки удобно. По поводу прошивки. Сама прошивка работает стабильно. Иногда вот можно увидеть небольшие такие подлагивания. Внутри меню все работает достойно, быстро, все в порядке в этом плане. С рабочего стола мы можем видеть вот такую вот менюшку. Здесь все на русском, кроме вот Create Folder. Создать папку. Также есть стандартное меню сверху, меню быстрого доступа, где мы можем включить или отключить GPS, Bluetooth, Wi-Fi, передачу данных, изменить яркость и тому подобное. Это все стандарт. Особое внимание, конечно же, хочу уделить настройкам данного устройства. Во-первых, тут настройки немножко не так представлены, как в обычном Android, в голом, на китайцах. В первом меню мы видим беспроводные устройства. Здесь у нас Wi-Fi, Bluetooth. Есть вот такая вот интересная функция. Это датчик жеста, который может работать в галерее, может работать с музыкой и может работать с камерой. Как именно работают эти все функции, давайте сейчас вам попробую показать. Я тестирую в галерее и в камере, так как это мне удобно вам продемонстрировать. Значит, смотрим. В галерее данного устройства эта функция позволяет нам перелистывать сами фотографии. Но работает эта функция... Или я ее отключил? Пардон. Работает эта функция у нас не так, как работает данная функция на Samsung. То есть, на Samsung мы могли, допустим, влево-вправо крутить. Данный датчик работает просто как на действие. То есть, если через него проходит что-то, то он действует. В данном случае он перелистывает эти картинки просто вперед. В камере данная функция мне не особо понравилась, не особо удобно его использовать. Если фотографию еще удобно смотреть, то в камере оно работает следующим образом. То есть, мы можем настроить фокус, и потом каким-то, какой-то другой, третьей, может быть, рукой или ногой нам нужно прикоснуться, и тогда он сделает фотку. Когда мы фотографируем вот так вот, очень часто бывает так, что мы возьмем смартфон, и он там вот и берет, сам фотографирует. То есть, мне это не нравится. В галерее это удобная функция. Идем дальше. Что дальше у нас? Дальше у нас профили звука. Тут все стандартно. Экран. Про экран поговорю тоже чуть позже. По поводу памяти. Как я уже говорил, в данной модели памяти всего 4 гигабайта, но есть одна особенность. Без карты памяти данный смартфон не позволит нам ни записать игры, ни скинуть какую-то информацию, ни подключить его к компьютеру. С первого взгляда это очень неудобно, так как смартфоном хочется взять в руки смартфон и начать пользоваться. Но, с другой стороны, если подумать о том, что как только вы вставите карточку, у вас автоматически и подключение к компьютеру будет, и скачка всех игр на эту память. Плюс вы память можете поставить 32 гигабайта. Тяжелые игры с кэшем вы также можете устанавливать без проблем. Смартфон не путается со своей памятью, с памятью карты памяти. Не нужно вручную руками допиливать, получать рут права и настраивать так, чтобы он скачивал игры не на свою память, а на память карточки. Поэтому тут двояко. Мне это понравилось, потому что карточка памяти всегда в любом случае нужна, и он с ней работает так, как нужно. Про батарейку поговорю тоже чуть позже. Здесь вся совместимость, моё местоположение и тому подобное. Информация о телефоне. Видим, что тут Huawei G610, 4.2 Android. Общая информация о телефоне. Ну, тут, в принципе, всё более-менее стандартно. Также забыл рассказать вам о функции, которая очень интересна. Она доступна вот в данном окошке. Функция Suspension Window. Можно её включить, можно выключить. Выглядит она вот таким вот образом. Появляется слева на экране вот такая вот шторка. Шторка всех приложений, которые у нас установлены на нашем смартфоне, это очень удобно. То есть, мы можем быстро прокрутить, оно всё очень быстро работает. То есть, я уверен, что такие шторки можно установить на любой Android отдельно из Play Market. Однако здесь эта функция была доступна в прошивке, и мне это понравилось. Потому что можно быстро и легко клацнуть на любое установленное приложение. Они сразу автоматически все туда заносятся. Ничего не нужно добавлять. То есть, его можно скрыть. Оно доступно и во время игры, во время воспроизведения игры, во время воспроизведения фильма какого-нибудь. То есть, оно не мешает. Оно довольно-таки маленькое. Поэтому очень удобное. Конечно же, когда я делаю обзоры на модели смартфонов, одним из основных вопросов и факторов выбора того или иного смартфона является, конечно же, его экран. Экран данной модели 5 дюймов, разрешение 900 на 560 на 540. Аналогичный экран у Lenovo A850. Я почему-то сравниваю эти две модели как в одной весовой категории. Хоть Lenovo A850 и больше на 0,5 дюйма. Однако, модели схожи. По характеристикам, по возможностям, то есть, очень интересные. Экран здесь IPS-матрица. Запас яркости не особо велик. Я думаю, на солнце при самых прямых лучах здесь будет немножко тусклеет экран. Но, тем не менее, все картинки отображаются очень сочно. Очень так хорошо, насыщенно. Все цвета выглядят такими, какими они должны быть. Углы обзора, ну, да, может быть, не самые крутые, не самые классные. Но, тем не менее, экран довольно-таки живой. Мне экран нравится. Углы обзора не максимальные. И, если включить картинку непосредственно для проверки... Ну, вы видите, что как только я убираю смартфон уже туда подальше, то уже становится проблематично. То есть, видно невооруженным глазом, видно, что экран довольно-таки глубоко утоплен. И OGS-технологии экрана тут далеко подавно нет. Конечно же, мультимедийные особенности данного смартфона также стоит рассмотреть. Во-первых, хочу сказать, что формат видео, который воспроизводит без особых каких-то настроек, это 720p с картинкой с видео. Звук довольно-таки громкий, но не самый громкий, какой хотелось бы. А так чистый, довольно-таки приятный. В этом плане все хорошо. Видео формата Full HD с разрешением 1920х1080p данная модель воспроизводит. Но вот так вот, без видео, но со звуком. Возможно, нужно настраивать и устанавливать какие-то кодеки. Как работает браузер, как работает YouTube, я думаю, это уже не столь интересно. Естественно, понятно, что модель имеет классный процессор, и все это с этим всем справляется на ура. Благодаря тому, что в данной модели хороший процессор 4-х ядерный и разрешение экрана 960 на 540, а еще благодаря тому, что здесь хорошо сделана память, то, о чем я говорил чуть ранее, у меня получилось установить наиболее современные игрушки, которые я, в принципе, и готов вам сейчас продемонстрировать. Что происходит? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочется сказать пару слов о аккумуляторе данной модели. Здесь аккумулятор у нас на 2150 мАч, при этом 5-дюймовый дисплей. Что нам это даёт? Когда я тестировал данную модель, я был в положительном смысле удивлён, так как данная модель набирает 666 баллов в Antutu тестере. Это очень хороший показатель. Это синтетический тест. А вот уже в программке Epic Citadel у меня был загружен со 100% за 4 часа 23 минуты, он опустился до 4%. Это великолепный результат для этой платформы, для такого размера экрана. То есть, мне очень понравился результат. Что же касается GPS навигации, вы всё сами видите. На этих скриншотах всё ясно и понятно. Модель ловит спутники буквально за 20 секунд первый раз. На этом всё. Можно подводить итог. Я в начале обзора сказал такую фразу, что в данной модели есть очень много плюсов и есть довольно-таки значительные минуса. По ходу обзора я говорил лишь практически только о плюсах. Я говорил, что мне немножко не нравится вот этот вот датчик в тех или иных программках, как он работает. По производительности также нареканий нет. Модель данная пришла к нам с завода с английским языком и мы её прошили вот этой вот прошивкой. На протяжении всего обзора я нажимал только кнопочку назад, я ни разу не нажимал кнопку Home. Всё потому, что она в данной модели просто-напросто работает, но не так, как нужно. Это не брак, это прошивка. Дабы подтвердить свои слова, обращаем ваше внимание, что сейчас я нажму её и вот выделится телефон. То есть, выполняется функция, как будто я взял мышкой на компьютере, подсветил эту иконку и вот-вот готов её нажать. Но при этом она не возвращает назад. Мы обязательно будем прошиваться другой прошивкой. Мы видели в интернете, что есть прошивки ROM от ZTE моделей. И надеемся, что этот баг, довольно-таки существенный баг, который создаёт кучу проблем в использовании, в нормальном, допустим, из игры выйти. Иногда из игры не выходит, а просто клацаньем назад. То есть, ну там уже свои нюансы. Мы обязательно прошьёмся и данная модель будет с нормальной рабочей вот этой вот кнопкой домой. Потому что в английской прошивке, в заводской той прошивке у нас эта кнопочка отлично работала. На этом, в принципе, всё. По корпусу у меня нет никаких нареканий. Корпус мне очень нравится. В целом, модель очень достойна. За цену в 1700 гривен из наличия в Украине. Очень достойный аппарат. Хороший конкурент для Lenovo A850. У меня всё. Спасибо всем за внимание. Если вам нравятся мои обзоры, ставьте лайки, как всегда. Подписывайтесь на наш канал. Я буду снимать для вас интересное, по моему мнению, видео. Всего доброго.